друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей ну что ж сегодняшний ролик уралки из сарафана поехали на дачу вы знаете все как всегда у них через одно место но абсолютно как всегда не успели начать здороваться со зрителями но делает это как правило всегда уралочка одна сарафан редко редко с барского плеча решает поздороваться со своим электоратом так вот не успела наша друзья мои малоеха красопета рот открыть дабы поздороваться со своими горячо любимыми зрителями которых они ну очень сильно с сарафаном полюбляет и уважают как тут же этот начал подкачивать колеса в машине ну то есть друзья мои до этого было сделать это никогда или после того как бы она поздоровалась тоже выключить камеру и сделать да ну все прекрасно понимают что шум стоял да что шум стоял как бы понятное дело и в этот момент то есть этот шум он заглушает ее голос то есть она говорит да она отходит подальше и так далее но шум все равно стоит это на минуточку к слову об уважении к зрителю но опять же я всегда хочу сделать акцент что эти зрители уралки ее хомяки обожатели они заслужили такого блогера как уралка и сарафан который плюют им в лицо да одна здоровается другой стоит харкается рядом либо вообще не здороваются либо каждый день устраивают рубрики а знаете в общем да как говорится какие сами такие и сани в данном случае так оно и есть далее уралка начинает объясняться конечно же тетеньки не понравилось что ее все отчитали отчитали в плане того что нельзя было больной ездить до в парикмахерскую это понимает абсолютно любой нормальный адекватный человек но уралка таковым человеком не является уралка как и сарафан это люди эгоисты которым плевать знаете из серии после нас хоть потоп да или хоть трава не расти это вот тот самый случай и она начинает объясняться да нет да ирина я не ездила ни в какую парикмахерскую ирина просто вот это моя ирина она арендует однокомнатную квартиру и я вот туда к ней к ирине ездила я никого не ходила заражать никого да друзья мои представляете есть оказывается какая-то разница в салоне или в парикмахерской работает ирина или она арендует квартирку уралка у тебя все дома нет ирина говорит работает по записи до уралка представляешь и в салонах красоты и в парикмахерских тоже все работают по записи да ты к тому что ирина одна в этом помещении находится так это не имеет никакого значения какая разница если мастер сам заразиться и после до после тебя по записи придут остальные люди другие люди да другие клиенты которым тоже по цепочке передастся вот это вот твое как говорится твой вирусняк вот собственно и все а то что ирина нацепила маску но не смеши людей маска ни от чего не спасает опять же да ни от чего не спасает маска то есть если ты кашлянула или чихнула ее это не спасет хоть она две или три маски нацепит это всем давно известно да то есть маску вот когда помните был ковид вот это вот все да прям очень активно когда одевали люди маску говорили что вот вы сами да вот если в маске вы сами будете там чихать или кашлять вот эти как бы бациллы да все останутся как бы с вами дальше маски как бы не пойдут да но в любом случае это вас не спасет от других людей опять же друзья мои мы все прекрасно видели и я вот вчера специально сделала на этом акцент когда уралка стояла на кухне готовила вот эту вот гречку да готовила значит там все на свете и помните она прям кашлянула да в тот момент когда она показывала конфеты она кашлянула и она даже рот рукой не прикрыла то есть представляю сколько она там чихала кашляла и распространяла бацилла на эту ирину и я очень сомневаюсь что это ирина на самом деле нацепила на себя маску очень в этом сильно сомневаюсь ну говорит я и сказала что и так немножко приболела да ну я говорит ждала записи неделю а потом бы еще бы неделю ждала правильно уралка правильно да плевать что там потом эта ирина заболела да или заразила кучу клиентов и так далее ничего страшного представляешь порой записываемся и за месяц вперед да ничего страшного в общем ладно ребят понимаете вот как бы суть-то какова да на с чего с чего с чего о чем речь то шла о том что вроде взрослая баба должна понимать элементарные вещи но она этого не понимает ей плевать да нет она как бы знает что она сделала неправильно но ей плевать на других вот собственно и вся ее человеческая натура вот и все как говорится да и потом стоит как это знаете как вот это опять двойка картина да стоит оправдывается оправдывается я никого не ходила заражать конечно уралка если бы ты не пошла ты бы не пошла а так ты поперлась показав что тебе как всегда плевать на всех людей вот такая ты вот такой ты человек г с большой буквы ой говорит ладно все в порядке говорит и со мной и с ней это на про ирину уралка ты-то откуда знаешь что с ириной все в порядке ты же не потом не созванивалась да и созваниваться не будешь ты пришла и ушла далее ребята говорит ой тут сафарчик качает качает колеса очень очень говорит громко ну да вот о чем и речь далее друзья мои приехали на дачу и уралка натянула на себя пальто вы знаете я бы сказала шинель да бери шинель пошли домой ребята это что-то с чем-то она стояла вы знаете только папахи не хватало на голову да и выглядела бы очень очень друзья мои интересно и опять стоит раздает команды что надо делать чего делать не надо сама ходит бродит не знает что и делать как интересно к нам говорит приедут друзья ну говорит двоюродные братья ну говорит с ними я провел все свое детство сказал сарафан будем жарить шашлыки друзья мои сейчас забегая вперед да мы с вами помним прекрасно с кем сарафан провел свое детство а детство свое он провел как раз таки со сраилом да да два ровесника да одному 35 другому 36 все понятно естественно одни и те же интересы кишлак и так далее и тому подобное да забегая вперед скажу уралка стояла там болтала 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 и грит но эти там приедут говорит да со сраилом хоть говорит качели разберут ну еще какие то там дела поделают в общем я так понимаю что приехали к ним в гости и риха со сраилом и с девчонками понятное дело естественно даже вот в этом нисколько не сомневаюсь но друзья мои гости нам так никто и не показал уж не знаю по какой причине может быть решили сейчас не показывать завтра будут показывать или ирка там у себя на канале чего-нибудь покажет первое да кто его знает в общем даже не сомневаюсь что приехало семейство как раз таки зигавантов к ним вместе отдыхать тем же тоже постоянно делать нечего многие про них пишут вот им не сладко живется конечно конечно очень тяжело одному человеку содержать семью извините а работу никто не отменял представляете это глава семейства мог бы устроиться и на вторую работу раз денег не хватает да и выпилить собственно свою женушку которая уже такая мадам сижу что знаете не в одни двери автобуса не пролезут да мог бы вы перейти ее на работу пошла бы работать все работают абсолютно мне кажется лучше работать и позволять себе да намного больше нежели не работать и постоянно знаете находиться вот такой вот как как знаете как степени да бедные родственники которым все-все вот глядя на них постоянно что-то дают да вот уралка жалко их надо им что-то дать и так далее короче ладно друзья мои приедут говорит будут жарить шашлыки далее друзья мои вспоминают про цыплят про своих цыплят бройлеров говорит ой а сафарчик то у нас говорит плоховато есть этих цыплят плоховато вот только если фарш то а так говорит как бы есть их особо не хочет ой не верю не верю друзья мои вот во что не верю в то не зато говорит абду уплетает только в путь уралка вы же говорили что абду сто процентов двести триста процентов есть курицу не будет а все жрут за обе щеки друзья мои и глазом даже не моргнут короче далее далее а значит сарафан приехал приехал довольный жрачку привез а это самая большая радость в его жизни да привез мясо привез значит там арбуз уралка просила да привез там ну понятное дело уголь друзья мои и лепешки бежит с этими лепешками довольны и счастливы вы знаете про лепешки такие оды поет ой лепешечки лепешечки вы знаете так про уралку никогда не говорит таких комплиментов уралки никогда не видать а тут лепешки грязными руками хватает эти лепешки ребят я на него посмотрела опять весь заросший опять черти какой боже мой без слез не взглянешь я вот не представляю знаете мне столько точно не выпить не знаю кому как но я бы столько не выпила это сто процентов да это как поражение про женщин анекдоты точно так же и здесь разбирают мясо разбирают на даче ой это мне говорит ты крылышки купил он да тебе купил она ой не забыл ты про жену любимую уралка не смеши народ господи то боже мой он от жены сбежал да в свое время и пристроился к тебе прекрасно и хорошо лишь бы была спокойно спать да в тепле и так далее не шастать по каким-то съемным квартирам и так далее да вдруг уралка у нас стала друзья моей женой любимой ну помним конечно ор выше гор который стоял в кешлаке у сарафана где он носился по полям друзья мои и кричал ола ола моя любимая жена ола да лишь бы только не дай боже собственно другая жена которая там сидит не слышала да и все все родственники в общем да далее поздоровались тетя наташи вот кстати могли бы и тетя наташа угостить шашлыками да и ее мужа между прочим смотрят же они постоянно за этим уралкиным за этой уралкиной дачи за всем на свете но не гоже не гоже конечно же кормить будут откармливать и риху и кабана дружбана да друзья мои далее опять я смотрю уралка сама нанизывает мясо на шампура сарафан ты знаешь а у нас в россии считается это считается это мужской работой представляешь мужской работой конечно мы женщины можем это сделать но зачем когда у нас есть мужчина а у вас в семье почему-то уралка постоянно нанизывает мясо на шампура вы это делаете крайне крайне редко помню тогда когда сарафан сраилка приезжал да они тогда с сарафаном как-то один раз это делали вдвоем вместе обычно это делает почему-то уралка а сарафан стоит за кадром держит камеру видимо это считается мужская работа в его понимании зато покойного мужа уралки язык поворачивался осуждать и говорить а чего это этот онкобольной который уже умирал не копал ямы лопаты это же мужская работа да сарафан прикинь нанизывать мясо на шампура это мужская работа у нас так у нас этим занимается мужчина но в вашем семействе одни бабы согласна мужиков там отродясь не было в общем друзья мои ой ой говорят про соседей ой какой у них и чеснок хорошую тети наташа сарафан удивился говорит а петрушка то у них какая уралка мне интересно ты каких соседей петрушкой ты кормила ты кричала о том что я соседей соседям да раздала петрушку да туда-сюда коньки им соседям когда у тети наташу твоей все лучше да и чеснок крупнее и петрушка лучше и все на свете в общем друзья мои уралка то из себя корчит такую знаете деловенную деловенную колбасу а вот у вот этой вот тети наташи да которая является уже пенсионеркой вместе со своему мужем да что то у них все есть и куры есть да и петухи там есть и виноград у них растет и все на свете и даже урожай у них постоянно лучше уралка учись не только приезжать на дачу и заниматься болтовнёй да пустомеля пустобреха самое настоящее да а вот что то еще и делать а то два шага прошла и все уже стоит уже уже действительно уже не знают как говорится куда себя деть он говорит ну у тебя эту луп она да да и штанчики с начесом и тепленько и хорошо ребят ну кто бы сомневался да главное задница в тепле а там как говорится хоть трава не расти вот такой мне получился обзор о продолжении конечно же следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч